друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамой и канал мать героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребята а лёлька то начала прогибаться ой да еще как об этом я собственно уже говорила на своих в своих до обзорах я просто знаете что увидев а на последнем лёли нам стриме тот самый момент в конце стрима когда ей сказали там помашите пожалуйста ручкой там значит такой-то такой-то вот помашите да то просит ребенку помахать ручкой то еще кому-нибудь помахать ручкой и лёля кричит я машу машу и пишут что да да вам тоже машут значит там детки в ответ и так далее лёлька трясет своими ручищами кто-то скажет ну и что здесь такого собственно ничего в этом такого страшного и крамольного нет я согласна но это не лёлькин случай друзья мои скажу я вам а я вы знаете вспоминаю дела можно сказать давно минувших дней да относительно вообще времени это было не так давно относительно времени на ю тубе это было уже прилично три года тому назад я помню прекрасно ребята то самое золотое опять же время было у лёльки когда она зарабатывала вот просто зарабатывала на огонь огнище зарабатывала на на ю тубе много плюс ей донатили вообще ребята очень много я помню один момент был такой очень интересный на одном из стримов нет это был не один момент но вот одна ситуация мне запомнилась очень хорошо чего я сейчас вот этот все помашите ручкой помашите туда помашите сюда чего я это и вспомнила так вот года три тому назад какая-то там женщина девушка написала в чате да когда лёлька сидела на стриме пожалуйста передайте привет моей сестре такой-то такой-то у неё то ли сегодня то ли завтра будет день рождение пожалуйста она вот вас очень любит передайте ей привет вот скажите такой-то такой-то если вам не сложно и тут друзья мои лёлька у которой была такая корона на башке что вы она на ю тубе только с одного канала деревенский дневник имела в месяц миллион а то и миллион двести плюс еще и канал мать героиня плюс ко всему прочему еще и хозяйство плюс еще и огромное количество донатов у лёли тогда была такая корона что при всем желании даже если взяться массово ее было крайне сложно сбить с лёлькины друзья мои головешки ну и лёля тогда сказала с чего это я тут вдруг должна кому-то передавать приветы что это вообще за такое я что-то типа тут знаете передатчик какой-то и так далее короче лёля возомнила себя бароней бояроней но не читая ей с холопами общаться со своей вот этой подписоты а уж тем более еще какой-то там подписоте передавать привет и плевать что просили потому что типа очень сильно лёльку любили и полюбляли и вот обратите внимание ребят как все быстро изменилось всего-то навсего прошло три года представляете да три года прошло и вот лёлю попросили помашите ручкой на последнем стриме да и лёлька с удовольствием машет своими этими ручушками ручишками по полной программе как денежек-то охота как денежек охота лёля сказала последний стрим прошел очень удачно озвучила что все вместе друзья мои лёлька за последний стрим за последние полтора вот эти вот часа на стриме она заработала восемь тысяч рублей ну кто-то скажет что это много это как бы немало за полтора часа да ну учитывая что лёля привыкла к другим деньгам конечно она была недовольна по выражению лица люленого было понятно что лёля недовольна от слова совсем но она пыталась опять же в очередной раз а что ей оставалось сделать сделать хорошую мину при плохой игре типа я так счастлива полтора часа отсидела я безумно счастлива но мне пора сваливать от вас дорогие мои друзья лёлька свалила но мы же с вами знаем прекрасно когда у лёльки друзья мои рыбный день когда у лёльки клюет по полной программе та будет сидеть не полтора часа часа два два с половиной даже два пятьдесят восемь лёлька сидела бы сидела бы уже клевала бы носом уже бы спала бы уже устроила бы знаете вот этот вот стрим да храпящий сопящий но она бы сидела если вот ей донатили лёлька бы как стойкий оловянный солдатик продолжала бы друзья мои нести соответственно свою вахту но не тут то было кто там ей донатил непонятно люля озвучила восемь тысяч рублей за полтора часа я если честно очень в этом сомневаюсь потому что все таки она была очень и очень недовольна а мне еще понравился один момент когда ей начали там писать по поводу лёлькиного сахара и так далее лёля сказала вы знаете вот это кому-то надо учиться получать там высшее образование да годами учиться друзья мои потом еще собственно практиковаться и так далее а лёлька молодец лёлька сама ставит диагнозы сама собственно все знает прекрасно и говорит да сахар то у меня был высокий да это то не из-за продуктов это не из-за углеводов это не из-за этого она говорит вы понимаете сахар у меня был высокий только из-за того что я трепала свои нервы да она говорит на мой сахар вот именно на мой сахар влияет только исключительно мои нервы ну вот кто-то говорит потреплет мне нервы да вот говорит в прошлом году там были вот эти бесконечные суды и так далее и вот у меня сахар начинает скакать да друзья мои конечно же так оно и есть мы лёльке естественно верим не 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 естественно продукты питания здесь совсем ни при чем это у других они при чем это другим нельзя там знаете углеводы да другим нельзя там еще что-нибудь там мучное и так далее сладкое туда-сюда ну массу всего нельзя людям у которых действительно высокий сахар ну а лёля сама себе тихо шифером шурша поставила диагноз да лёлька сама себе врач вообще молодец лёля просто молодец она говорит мой сахар поднимается исключительно только из-за моих нервов вот когда я треплю себе нервы или какая-то типа падла треплет мне нервы вот тогда у меня сахар поднимается а так еда не 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 в коем случае на это не влияет конечно ребята лёля может заточить спокойно половину какого-нибудь да какой-нибудь коробки пирожных нормально плитки шоколада по 150 до по 200 грамм тоже нормуль потом все это дело полирнуть мороженым потом сожрать еще что-нибудь друзья мои там тоже картошку макароны и так далее хлеба полным-полно но не 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 это конечно на лёльку никак не влияет ну а далее друзья мои был такой еще смешной момент как раз таки на последнем стриме когда лёличка смогла отказать все-таки одному мужчине не знаю но мое мнение что это был конечно же товарищ так скажем подосланный да от хейтеров это мое мнение ну а вот ей написали можно ли у вас приобрести продукцию оптом на что лёля сказала нет нет я говорит не могу удовлетворить оптом вот эти ваши да запросы оптом странно ребят а я думала лёлька может удовлетворить кого угодно да но оказывается нет и лёля начала ссылаться на то что у них всего-навсего 5 дойных коров а также 15 детей считая детей грехи то есть 11 ее она почему-то всегда считает 11 хотя трое как она говорит с ними же не проживает нет друзья мои да ну это так лёля говорит а мы с вами прекрасно понимаем что лёшка картошка там постоянно трется и федя там постоянно находится да ну и почему-то сюда она приплела еще вот этих вот детей гриши вот этих вот четверо гришиных детей мне просто интересно почему она говорит что гриша их обеспечивает лёля тогда какое отношение гришиные дети имеют к твоим продуктам ты уже как-нибудь там определись ты уже скажи тогда да по чесноку что ты сама обеспечиваешь гришиных детей тогда все станет понятно но вообще конечно ребята лёлька прямо молодец то давайте давайте москвичи побольше побольше заказывайте а то значит оптом мы не можем ну как так вот скажите пожалуйста но я так понимаю лёлька тут почуяла неладное и поняла что ее пытается развести как уже было ну не единожды и даже не дважды на лёлькиных эстримах поэтому лёлька решила держать друзья мои ухо востро а то мало ли что как говорится да лучше как известно перебдеть чем недобдеть друзья мои вот такой у меня получился да там там ее еще назвали а значит деточка и лёля сказала вот этот якобы николай друзья мои и она сказала не люблю такого фамильярного обращения деточка ну вы знаете мне бы тоже если честно не понравилось такое обращение от вообще незнакомого человека я согласна мне было странно что лёлька не ответила ему той же монетой что-то наша лёлька ребята теряет обдительность или может быть знаете денюжки не пахнут готова терпеть даже унижение ради того чтобы все таки давали деньги или покупали ее продукцию как говорится как знать друзья мои ребят вот такой обзор продолжение следует пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всем пока 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 Продолжение следует...